Есть люди, которые манипулируют энергиями с целью причинить кому-то вред и даже довести до смерти. В некоторых частях Индии это совсем нередко. Одна из четырех вед, Адхара-веда, посвящена тому, как манипулировать энергией себе на пользу и во вред другим. Эти энергии или такого рода практики не обязательно должны быть направлены против вас. Если сейчас кто-то насылает на меня что-то негативное, а я не восприимчив к этому, то вы, сидя здесь, можете попасть под это воздействие. Это вполне возможно. Это как получить шальную пулю, когда вы просто идете по улице и вдруг начинается перестрелка. Существуют определенные практики. Если вы привнесете эти практики или определенные высказывания в свою повседневную жизнь, то сможете легко справиться с такими проблемами. Рудракша Рудракша – это семя дерева, которое растет в Гималаях на высотах от двух тысяч до трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Его вибрации совершенно уникальны. Люди, которые постоянно путешествуют, носят Рудракшу, чтобы оставаться в коконе из своей собственной энергии, в котором внешняя энергия их не беспокоит. Мы называем это кавач. Вы знаете, что такое кавач? Это больше похоже на кокон. Это кокон из вашей собственной энергии. Куда бы вы ни отправились, вы как будто остались дома под одеялом. Он останется с вами, куда бы вы ни отправились. Для людей, ведущих семейную и социальную жизнь, лучше всего носить пятигранную Рудракшу. Будет лучше получить ее от тех, кто знает, что это такое. Просто купить ее в первом попавшемся магазине – не лучшая идея. Рудракшу, которую можно найти здесь, обычно получают от семей, которые занимаются Рудракшей тысячи лет. Одна и та же семья. Для них это священный долг, а не просто бизнес. Есть еще одно семя под названием Бадракш, которое широко произрастает на северных равнинах Индии. Это ядовитое семя, которое выглядит точно так же. И специально для западных туристов, сегодня мы в Индии производим очень красивую пластмассовую Рудракшу. Которая чудесно выглядит лучше, чем эта. Но это Рудракши из пластмассы. Лучше всего, чтобы талисман всегда был из известного источника, иначе может произойти что угодно. Сегодня я вижу многих. Из-за нехватки слов я называю их людьми новой формации. Все они носят металлическое кольцо на большом пальце. Надев металлическое кольцо на большой палец, вы неизбежно притянете к себе отрицательные силы. Это не значит, что вас обязательно ждет одержимость. Но вы будете спотыкаться и падать на ровном месте, с вами будут происходить непонятно что, все пойдет кувырком, даже самые простые вещи. Я не знаю, встречались ли вы с такими людьми или были одним из них. Но в какой-то момент в их жизни все начинает идти не так. Превращается в череду неприятностей. Не раз и не два. Это начинает происходить постоянно. Все идет наперекосяк. От мелочей до больших событий. Только потому, что они смогли привлечь определенные измерения энергии, не способствующие ничему в этом мире, но могут способствовать чему-то другому. Только те, кто хочет заниматься оккультными практиками, носят кольцо на большом пальце. Но сегодня это происходит либо по незнанию, либо как дань моде. Когда вы надеваете металл на большой палец, вы притягиваете неприятности. Сотни людей думают, что они одержимы и тому подобное. Мы просто приглашаем их посидеть под куполом Тхенлинги. Потому что Тхенлинга обладает оккультными измерениями, которые сводят эти влияния на нет. Эти люди покидают Тхенлингу полностью освобожденными, потому что об оккультных влияниях заботятся измерения Тхенлинги. В день Пурнама или Амаваси, когда ваша восприимчивость обостряется, просто посидите там один день и можете идти. Этого будет достаточно. Если вы медитируете перед образом Деви или в форме Янтры или как-то иначе, Янтра может быть или у вас в руках или в вашем сердце, это зависит от вас. Когда вы окунаетесь в энергию, которую мы называем Деви или Бхайрави, Далее негативных энергий для вас не существует. Если вы будете есть правильную пищу и поддерживать организм в хорошем состоянии, То случаи негативного влияния посторонних энергий или чего-то еще должны полностью исчезнуть из вашей жизни. Об этом Деви позаботится. Если вы действительно медитативны, даже не беспокойтесь об оккультизме. Такие вещи не окажут никакого влияния на человека, который по-настоящему медитативен. Если вы познали в себе хотя бы немного тишины, Хотя бы несколько мгновений тишины в течение дня, Вам не нужно беспокоиться об оккультизме. Эти вещи не могут повлиять на человека, который познал безмолвие жизни внутри себя. Кто-то сказал, Человек болен только потому, что не умеет быть безмолвным. Это совершенно правильно. Это совершенно верно. Все болезни случаются из-за того, что люди не умеют быть безмолвными, Особенно те болезни, которые влияют на ваш ум. Особенно те, которые вызваны посторонним воздействием. Все это возможно только потому, что нет безмолвия. Прямо сейчас, в процессе медитации, вы привносите это безмолвие в свою жизнь. Ставь безмолвным, вы не будете больными. Прежде всего, это зависит от вас самих. Чем более вы рассеянны и не собраны умственно и эмоционально, Тем более вы восприимчивы к воздействию отрицательных сил. Если вы находитесь на определенном уровне Сосредоточенности и решимости, Вы увидите, что ничего страшного не произойдет. Но если вы находитесь на определенном уровне нестабильности в своем разуме и эмоциях, Это может привести к травме. Продолжение следует...